Когда люди разводятся, им кажется, что в их жизни было всё только самое плохое. Ссоры, скандалы, раздел имущества, детей, котов, собак. И самое радостное событие – это развод. Но ведь было ещё и счастье. Рядом сопит тёплая жена. Счастье. Любимый, я тебе сварила борщ. Счастье. Супруга пришла от подруги в три часа ночи. Тёплая, тёплая. Он её укладывает спать. Она говорит, Витя, что над нами летает? Люся, спи. Витя, я негодую, что над нами летает? Это муха летает. А почему она белая? Потому что она ночнушку одела и летает. Муж пришёл с корпоратива, стал рассказывать жене, как танцевали барышни, приглашённые стриптизёрши. Залез на стол, стал показывать. Потом стал показывать, как мужики совали им в трусики деньги. Жена так наступилась. Ты тоже совал? Он говорит, нет. Я просто оттянул резинку и сказал, спасибо большое. И каждый из нас есть свои бзики. Вот у моей знакомой муж, когда моется в душ, он поёт. На весь подъезд. Санта Голючая. Слуха нет. Ну, в детстве по нему слон оттоптался только так, и по ушам, и по всей голове. И соседи думают, что он рёт, потому что она его бьёт. Вторая пришла к психиатру, говорит, доктор, вы знаете, мой совсем что-то задурел. Набирает ванну воды, туда 30 уточек и два часа с ними моются. Психиатр говорит, а уточки живые, а то бы я взял парочку. Он говорит, где я пластмассовую? Он говорит, пусть играется. Заберёте уточек, приведёт соседку. Соседка пришла к соседям, муж с женой обедают. Он говорит, Катя, заходи, ты представляешь, вот знаешь, что я ем? Говорит, вообще обалдеть, меня жена как балует. Вот смотри, это суп из филе косули с ананасовым соусом. И добавлена сюда цесарка с марципанами. Соседка села мимо стула, еле встала, вывела жену. Говорит, ты что, ему наставила рога, теперь типа извиняешься? Она говорит, да не, некогда было жрать, готовить. Я ему взяла кошачий корм, приготовила, развела. Многие женщины в себе не уверены. Одна в интернете написала, пошли на аттракционы, а там такой аттракцион, называется «Тёмная комната». Зашла, смотрю, вдруг гроб появляется, открывается крышка, выглядывает оттуда зомби какой-то, видит меня, раздаётся жуткий крик, он ложится назад и закрывает за собой крышку. Неужели я такая страшная? А всё дело в том, что она не верит в себя. Она прекрасно понимает, что вот мужчины, он лёг красивым и проснулся красивым, а женщина за ночь чуть-чуть портится. Её надо подкрашивать. Недавно было по телевизору ток-шоу, одна женщина сказала чудную фразу, «Мужики делают нас счастливыми». И чтобы отблагодарить их за это, мы должны только одно – тихонечко сопеть рядом. Мудрейшая женщина. Дай ей Бог здоровья.